Парашат Шавуа Я сделаю небольшой обзор того, что находится в этих главах. Народ израильский находится в Египте. Как вы знаете, Иосиф стал большим боссом всего Египта, перевез своих братьев, своего отца, и вся его семья находится вместе с ним в Египте. И как вы знаете, что Яков, отец Иосифа, уже очень в преклонном возрасте, и он собирается со всеми попрощаться перед своей смертью. Если мы вместе откроем бытие, Парашат Шавуа Иосиф Иосиф сказал Иосиф, что когда он умрет, он не похоронит его в Египте, но в земле хананской, там где похоронены его отцы. Иосиф И произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомство твоему после тебя в вечное владение. Здесь он хочет благословить Иосифа и его поколение. И если мы посмотрим до этого два стиха, начиная со второго, Иосиф И если мы посмотрим стандартное толкование, то говорят, что Яков собрал силы для того, чтобы почтить своего сына за то, что он достиг такого положения. Но я смотрю на это немножко в другом свете, в свете отношений родителей и детей. Яков был очень счастлив не только за то, что его сын Иосиф в конце концов оказался жив, достиг такого положения, но и то, что он очень рад, что тот пришел для того, чтобы провести с ним время. Он не забывал своего отца. И потом Яков опять повторяет свою просьбу для того, чтобы он его не оставил в Египте, а похоронил в земле Хананской. Но то, что интересно, что он как бы кидает семя в душу Иосифа, Иосифа, мысли о земле Израильской. Азанекуда речона, что я хочу говорить о том, что я хочу поговорить, это важность обитованной земли. И я хочу, чтобы мы посмотрели на то, как Яков просто вкладывает, внедряет эту важность в голову Иосифа. В четвертом и в пятом стихах Вот этот стих, который мы уже прочитали. То есть он показывает на то, что это Божья воля и Божья обитование, чтобы евреи были в этой земле. И в пятом стихе он говорит, И ты ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле Египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, маи они. Ефрем и Манасия, как Рувим и Симеон будут маи. И шестой стих прочитаем. Седьмой. Когда я пошел из Месопотамии, умерла у меня Рахель в земле Хананской, по дороге не доходя до несколько до Ифрафи. Я похоронил ее там, на дороге к Ифрафи, что ныне в Ифлеем. То есть то, что мы видим при этой встрече, Яков как будто ему постоянно капает Хананская земля, все эти места, которые по дороге к земле Хананской. То есть он показывает важность того, что есть там. Он говорит, он напоминает, что его мама похоронена там, что поколение его праотцов, все находятся там. И потом он говорит, что сыновья Иосифа, они будут считаться его сыновьями. Он говорит, как будто другими словами, Иосиф, ты уже большой мальчик, делай что ты хочешь, но твои сыновья, в любом случае, будут маими, и они вернутся в землю Хананскую. И Яков понимает, что у Иосифа все хорошо, и ему действительно очень хорошо и комфортно, в том месте и в том положении, в котором он находится. И когда мы находимся в полном комфорте, и нам все хорошо, это необязательно, что мы стоим в Божьей воле и выполняем его желание. И мы видим, что Яков получил обитование земли, как наследство от Авраама и Ицхака. И он понимает и видит важность этого места. И так он пытается пробудить то же самое чувство в Иосифе. С другой стороны, можно Иосифа понять. Он пережил большую травму, предательство своих братьев. И когда он взошел на тот пост, где он находится сейчас, это был очень большой процесс. И когда он смотрит на все своими глазами, он говорит, «Я второе лицо в огромной египетской империи». И что такое Ханан? Ханан — это сложная жизнь. Земля совершенно не мёд. И поэтому он не готов получить Божье обитование, которое он дал относительно земли хананской. И логическим мышлением очень спокойно можно его понять. Но когда мы продолжаем читать, все дальше и дальше... И тогда мы понимаем, что слова своего отца дошли до него. И также своим братьям он заповедует то же самое. Он говорит, «Когда я умру, и даже если меня похоронят в земле египетской, не оставляйте мои кости, когда Бог посетит вас и выведет вас из этой земли». И то, что я хочу, чтобы мы поняли из всего этого, это не всегда что нам кажется благой хорошо, это хорошо в Божьих глазах. Не обязательно то место, где мы живем, но также и все в нашей жизни, что происходит. Некуда вторая, второй пункт. Сила подчинения. Сила подчинения. В 14 стихе. Яков благословляет детей Иосифа, Ифраима и Менаши. Ифраима и Менаши. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Менаши. С намерением положил он так руки свои, хотя Менаши был первенцем. И благословил Иосифа и сказал, Бог перед которым ходили отцы мои, Евраима и Исаак, Бог спасущий меня с тех пор, как я существую до сегодня, ангел избавляющий меня от всякого зла, да благословит отраков всех, да будет на них на речино имя мое, и имя отцов моих, Евраима и Исаака, да возрастут они во множество посреди земли. Мы до этого видим, что Иосиф приводит своих сыновей и подставляет их своему отцу. Таким образом, с правой стороны ставит Менаши, а слева Ефрема, для того, чтобы ему удобно было возложить правильные руки и благословить их. Но Яков делает то, что он хочет делать. Он перекрещивает свои руки и возлагает правую на голову Менаши, Ефрема, который стоит с левой стороны и наоборот. И потом, в 17-18 стихе, написано, И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Менаши, и сказал Иосиф отцу своему, не так отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку. Очень знакомая ситуация, правильно? Особенно, когда мы молодые люди, и нам родители что-то говорят, то мы уже говорим, нет, мы современные, мы лучше понимаем в этой ситуации, вот так лучше. И то, что происходит здесь, Иосиф не просто так имеет в виду, что вот я большой босс, я второй во всей империи египетской, и кто ты, чтобы говорить мне, что мне делать? То, что Яков делает своим действием, в Иосифе пробуждает это понимание, что история не повторится. Когда Яков положил свое право руку на младшего, чтобы не повторилась история раздора между братьями. И мы знаем, что Яков был духовный человек, и его действиями руководил Святой Дух, а не его разум, а не его желание, логика. И можно было увидеть вот это подчинение со стороны Менаши, что он принял и подчинился этому выбору. Он не держит на Ефраим никакого зла. И то же самое, Ефраим, он не принял это с гордостью, и с таким радостным возбуждением, все мне теперь передано первенство. Каждый с осмирением получил то призвание, которому он был призван. И после этого мы видим еще пример, Муша и Аарона. Когда мы продвигаемся в истории, мы увидим их пример. Потому что Муша был младшим сыном в семье. Но именно он, Аарон был тот, который был лидером, и вывел весь народ израильский из Египта. Аарон, его старший брат, подчинялся и служил своему брату младшему. Но мы видим от Бога вознаграждение того, что делал Аарон. Если мы будем смотреть на цепь потомства Муша, мы практически не видим ничего там. Но все потомки Аарона, мы очень много видим про них в Танахе. Они все были первосвященниками, и служили, и были важными людьми. И если мы откроем Евангелие от Луки, первую главу, 48 стих. 1, 48. Первая глава, 48 стих. Написано, что Он призрел на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут уплажать Меня все роды. Если мы будем смиренными, то Бог будет смотреть на нас как на достойный инструмент в Его руках. Поэтому наше призвание мы можем получить в смирении перед Богом. И третий пункт, что статус не показывает призвание. Мы в конце главы видим, что Яков призывает своих детей. Он закончил благословлять детей Иосифа, и теперь он перешел к своим детям. И он благословляет их согласно их талантам и их характер. Но главная цель была это передать цель которая станет для всех колен. мошел, что есть мошел, как молек. Как это перевести? Памазание, это не памазание. Он захочет мошел, призвание. Нет? Мошел. Провитель. Провитель его сыновьях? И он начинает попорядку. Это написано в 49 главе в 3-4 стих. Мы видим как он говорит что сначала когда он начинает говорить про Ровена, он говорит ему первенец, моя крепость, начаток моей силы. Он дает то уважение и почтение как первенцу. Он чувствуется здесь что он гордится своим сыном. Но потом он указывает на недостатки. Он говорит что он не может преимуществовать потому что он совершил грех. И все это из-за проклятия. Из-за легкомысля. потом он говорит про Симона и Левия. Симон и Левия. Симон и Левия. Проклятия орудия жестокости мечи их. В совет их да не воникнет душа моя. Собрание их да не приобщится слава моя. Ибо они в гневе своем убили мужа и прихоти свои перерезали жилы телца. Проклят гнев их. Ибо жесток и ярост их свирепа. Разделю их в Яков и рассе их в Израиле. Яков проклинает те действия которые совершили Шимон и Леви. Они пришли для того чтобы совершить благое дело. То есть они хотели отомстить за изнасилование своей сестры Дины. Он не проклинает их действия. Он проклинает именно побуждение и причину то есть они живут по своему чувству. То есть также про Шимона и Леви он говорит что у них в характере нет того качества который должен быть у лидера. Они действуют очень быстро согласно своим эмоциям. А потом мы переходим к другому сыну. с 8 он говорит про Иуду Мы видим, что Иуда не самый старший сын, он даже не второй, не третий, не четвертый. Но мы видим, что у него есть вот эти вот качества, которые могут вести народ. Люди боятся его именно таким благоговейным страхом, и в нем есть качества, которые присущи лидеру. И нам нужно быть достойными нашего призвания, и воспитывать в себе качества, которые будут соответствовать этому. В филиппе, в втором главе написано, в 12 стихе. И так, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моего, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершаете свое спасение. Я хочу поставить ударение на слово «совершайте». Мы понимаем уже, что наше положение необязательно отражает наше призвание. И нам нужно действовать и работать для того, чтобы выстроить правильный характер. Что бы наш характер соответствовал нашему призванию. И четвертый и последний пункт. Пророчество для будущего всех народов, которые приняли Иешуа. В этой главе я вижу и символическую, и пророческую ситуацию. Ифраим и Менаша родились в Египте. Если мы рассмотрим в Макбиле, шара, Ияков родились в Харане, в доме Левана. Да, это тоже из-за Кнаан, но это не было именно в земле Хананской, но это было не далеко, рядом, та же семья, те же традиции, та же культура. А Ифраим и Менаши вообще не рядом родились, они родились в Египте, в другой сфере. И мы понимаем, что эта империя, это совершенно другое место. И в 48 главе мы до этого уже читали, в 5 стихе. И Яков говорит, что он принимает Ифраим и Менаши, как своих детей. И так же он отдает им наследство, то есть территорию в Израиле. И я в этом вижу смысл принятия наших братьев из других народов, не из еврейского народа. Мы видим, насколько они так же имеют часть в наследстве Якова. В Исайи 14 главе, в 1 стихе, Это то, что написано в Ефесянам 2.11. И это исполнение пророчества. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками. И здесь мы видим, что они прилиплись к народу израильскому. Также мы видим в этой ситуации между Иосифом и его детьми Яковым. Есть что-то, что так же скрывается, мы не видим это явно. Мы видим, почему Яков свое избрание устраивает таким образом, которым он выбрал. Если мы посмотрим на предисловие, откуда все это приходит, то мы увидим всю картину. Почему он назвал своего первенца Менаши и своего второго сына, Эфраим? Если мы вернемся к 41 главе книги «Бытия», когда рождаются Ифраим и Менаши, это 51-52 стихи. И нарек Иосиф сыну имя первенцу своему Менаши, потому что говорил, он Бог дал мне забыть все несчастья мои, весь дом отца моего. То есть он, своего сына первого, Менаши, назвал именем, в котором содержится смысл «Спасибо, что я забыла своего отца, своих братьев и весь свой дом и свое прошлое». А стих после этого, А другому нарек имя Ифраим, потому что говорил, он Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. То есть первенец был назван в честь забывения своей семьи. А второй сын был навазан в честь того, что он сделал плодовитым его в земле страдания. Другими словами, он стал... Как это когда... Ассимиляция. Ассимиляция. То есть он открыл новую страницу, и он ассимилировался с египетским народом. Иаков понимает скрытое значение имен сыновей Иосифа. И он, конечно же, не сердится на своих внуков, они совершенно не виноваты в том, что их назвали, как их назвали. Но он не может позволить тому, чтобы первенец, которого назвали в честь забывения, получит наследство первенца. Поэтому он сделал то, что он сделал, он первенство передал Ифраиму. Но если мы обратим внимание также на то, что будет в будущем, Когда уже разделяется завоеванная израильская земля, Гад и Рувен, они выбирают оставить себе землю с восточной стороны от реки Иордан. А все остальные колена перешли в Иордан и взяли западную сторону. Но Менасе, колена Менасе, который ничего в принципе не просили, получил две территории. Его потомки присутствовали и на востоке, и на западе. Это очень большая территория. И причина тому, что он был как объединителем, как клей между всеми коленами. И мы видим, что у каждого колена есть его часть в этой мозаики. И несмотря на то, что Менасе не получил свое первенство, Он стал очень важной частью в объединении колен. И поэтому нам нужно помнить, что у нас, у каждого из нас, есть своя часть в этой мозаики. Евреи и язычники. В כל твакедах, что мы делаем. Даже если нам кажется, что нам не нужно это делать. Но нам нужно взять эту обязанность и должность в смирении. И наше влияние будет очень удивительным, в том, что мы станем светом друг для друга. И также в устроении Царства Небесного здесь, в стране. И я хочу закончить двумя стихами. Элла Ромим 8, 28. Из послания Римлянам, 8 глава, 28 стих. Мы знаем, что Бог говорит, что все вещи общаются вместе. И то, что он говорит, что все это происходит. Притом знаем, что любящие Бога, призванные по его изволению, все содействуют к благу. И так же Римлянам, 12 глава, 4 и 5 стихи. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело в Мессии. Апорзин один для другого члены. Я хочу завершить сегодняшнее собрание молитвой. Благодарим Тебя, дорогой Господь, за возможность узнать Тебя. Через Писание и через действия тех, которые совершали эти действия в прошлом. Я прошу, чтобы ты научил нас смирению, и каким образом мы должны смиряться и подчиняться Твоему Слову. Чтобы мы увидели наше призвание и действовали в соответствии этому. Я благодарю Тебя за все, что ты делаешь в нашей жизни, что ты любишь нас, и что ты присутствуешь в нашей жизни с нами. Благослови нашу неделю, Господь, и будь с нами. Во имя Ишуа Мессия. Аминь. 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 Продолжение следует...